Вышла такая интересная статья. В Израиле задержали чиновников, выдавших паспорта Собчак и Пугачёвой. Их обеих подозревают в серьёзных нарушениях израильского законодательства. Ну надо же! Известно, что серебрити получили местные паспорта нечестным способом. Интересно, интересно. Так, посмотрим, о чём же тут говорится. Специалисты убеждены, звёзд лишат гражданства Израиля. Дело в том, что они воспользовались своим положением, чтобы получить заветный документ. Так, в апреле, только для Аллы Пугачёвой, 17 апреля, открыли офис на Тива, несмотря на то, что это был выходной. Ради этого даже приехал высокопоставленный чиновник. А известно, что по выходным не работают. Значит, они нарушили закон. Дальше. Ксения Собчак не стала заставлять работников трудиться в субботу. Однако, она посетила офис после закрытия, чтобы не появляться на глазах у горожан. Это тоже нарушение. И ей выдали паспорт на пять лет. На пять лет, что запрещено по новым правилам МВД. После этого блондинка улетела в Москву. Вот, какие нарушения, с какими нарушениями вот эти вот две особые получили паспорта. Далее о чём тут говорится. Теперь появилась информация, что люди, которые пошли навстречу селебрити, ответят за неправомерные действия. Пять сотрудников управления регистрацией населения задержали в Израиле. Наверняка они это делали за бабки. После того, как вскрылась эта правда. И вот о чём далее говорится. Чиновники по подозрениям следствия выдали Собчак и Пугачёвой постоянные паспорта, а не временные, как гласит закон. К слову, недавно обнаружился и другой факт из жизни Примадонны и её мужа. Исполнительница получала паспорт Израиля, основываясь на национальности супруга. Однако пара венчалась. Ну да, она венчалась, она и с этим венчалась, как его с Филиппом Киркоровым венчалась, и с Галкиным венчалась. Сейчас это все знают. Но они утаили это от властей страны вероисповедания. Вот так-то. Далее о чём говорится. Адвокат Добровинский объяснил происходящее. Насколько мне стало известно, журналист Друкер обратился в МВД Израиля с заявлением оценить возможность ввода в заблуждение при подаче заявления на получение гражданства Максимом Галкиным. Дело в том, что согласно анкетам, которые заполняются на получение гражданства, следует указать своё вероисповедание. Принимается позиция атеиста или неверующего. А как он мог быть неверующим или атеистом, если он венчался? А венчание только, как говорится, происходит, когда поменяешь вероисповедание. Короче говоря, они такие, как говорится, законы нарушили. Что будет дальше с ними, я не знаю. Ну, у них есть ещё запасной аэродром. Там, как это называется, страна Кипр, четыре буквы Кипр, у них же там они вложили деньги в этот, как это называется, в недвижимость, что ли, я не знаю. Ну, не знаю, не знаю, что будет с ними. Вот на старости лет Алла Пугачёва, 70 с лишним лет, вот так остаться, как говорится, скитаться, как говорится, теперь неизвестно, что будет дальше. Но они нарушили закон Израиля, а это вряд ли простят им. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и будете в курсе событий, что будет дальше, будет известно. Кому захочется оказать помощь в развитии канала, под роликом есть расчётный счёт. Я не собираюсь в Израиль, хотя у меня там сестра давним давно живёт, с 1985 года. Я не знаю, с ней не общаюсь, но знаю, что она там проживает. Как-то вот так. Я даже никогда и не была в Израиле. У меня и племянница там живёт, но я тоже не знаю, где они там проживают. Но вот так я не была никогда в Израиле и не хочу туда даже в гости.